Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Главные новости Израильские журналисты шутят, что живем не в Швейцарии, где в поисках новостей следят за тем, как кошка забирается на дерево. У нас новости постоянно обновляются, они присутствуют практически каждый день, и все меняется с такой головокружительной скоростью, что порой не успеваешь за этим уследить. Итак, что бы я хотел сегодня с вами обсудить? Во-первых, про тесты в Израиле, которые продолжаются и которые, так сказать, выливаются в такое противостояние с силовыми структурами. И, похоже, наш Пениамин Натаньягу не очень понимает, что со всем этим делать. А делать он может многое, и об этом мы сейчас поговорим. Маленькая победоносная война была бы ему очень и очень на руку. События в Украине. Битва под Бахмутом продолжается, ситуация меняется, но, тем не менее, стабильность пока сохраняется. То есть бои идут, гибнут люди. Это страшно. Китай. Китай играет какую-то интересную игру. Китай заигрывает с России с одной стороны, с другой стороны он объявляет Западу, что все как бы в порядке. Мы приверженцы закона, мы приверженцы духа и устава Организации Объединенных Наций. Но, тем не менее, китайская игра всегда очень и очень интересная. Ну и, если останется время, поговорим еще о некоторых событиях. Итак, давайте начнем с наших дел. Итак, план президента, который он выдвинул для, так сказать, умиротворения обеих сторон, похоже, пока что потерпел фиаско. Но, тем не менее, противостояние продолжается. Что, на ваш взгляд, предпримет премьер-министр? Я бы не спешил утверждать, что план президента или предложение президента, точнее, не план, да, полностью исчерпан, наоборот. По-моему, он как раз на поместские дня, со своими нюансами. По-моему, так или иначе, без компромисса здесь не обойтись. И понятно уже, что это зашло так далеко, что даже это странное нынешнее поведение правительства должно себя исчерпало, по-моему. И у них не будет выхода. А как-то найти повод для переговоров и совместно слезть с этого дерева, исчерпать, если хотите. Поэтому, тут, понимаете, протест не выдохся. И даже если это противостояние с силовыми структурами, то протест развивается очень проблематично для всех сторон. Тут есть, так сказать, протест со стороны организованных групп, включая военнослужащих разного толка и вида, включая заявления. Но это не совсем военнослужащие, все-таки это резервисты, организация резервистов. Ахим Бенешек, то есть, друзья, братья по оружию, как бы, да, вот это очень сильно. Да, но это основная мощь израильских вооруженных сил, это и есть вот эти люди. Резервисты, да, это парадокс. Это и резерв, и их, понимаете, их мотивация. Если будет нанесен ущерб именно этому составному израильской мощи, то это плохо для государства. Поэтому, кстати, играть надо очень осторожно. Кстати, вот это письмо резервистов, да, то есть... Да, я там заявление разных министров, включая... Я просто, простите, я поясню нашим зрителям, не все знают, о чем идет речь. То есть, группа израильских летчиков-резервистов, которые входят в одно из подразделений, авиационных подразделений, которые летают на F-15I. Это дальняя авиация, которая как раз должна была сейчас заниматься учениями, связанными с подготовкой возможных операций в Иране. А практически в полном составе отказалась прибыть на резервистские сборы и заставить их невозможно. Они делают это добровольно. Это люди в возрасте там 35-40 лет, так сказать, их невозможно, так сказать, заставить. Они делают это исключительно добровольно. И вот это очень серьезный удар по обороноспособности нашей страны. Но он идет и расширяется, потому что другие представители разных вооруженных, скажем, сил, имеется в виду разных видов войск и так далее, подключаются к этому протестному... И даже ваша родная военная разведка. 8200 подразделения, кибербезопасность и так далее. Но тут достаточно много головной боли для руководства и министерства обороны, генеральный штаб к этому же подключились, пытаются уладить, успокоить и вернуться на круги своя. Это с одной стороны. Но постоянно тут идут очень жесткие, отрицательные, скажем, заявления со стороны тех или иных министерств в этом новом правительстве, которые продолжают и намерены продолжить и не намерены согласиться на разные там компромиссы. Но с другой стороны уже есть голоса в самом правительстве о том, что без этого не обойтись, поэтому это, вероятнее всего, должно как так или иначе как-то пойти на спад или найти свой общий какой-то знаменатель для компромисса. Пока протестное движение не только выдохло, оно расширяется. И это уже сотни тысяч граждан государства выходят на улицы в разные дни недели и тут получается возможность потери контроля и так далее. Поэтому, так или иначе, по-моему, это найдет свой какой-то компромисс. Цвя, что на ваш взгляд больше может повлиять на правительство и лично на премьер-министра? Вот эти вот протесты или серия звонков из Белого дома? Это все вместе протесты. Протестами достаточно сильное давление на государство, но тут есть еще экономический фактор. И тут угроза, что сбегут или убегут из государственной казны разные финансы. Это проблема тоже. Уже отток инвесторов, да. И есть проблема с Соединенными Штатами, которые рассматривают это очень негативно. И почему-то считают, что это их право вмешаться и заявить о своих позициях и так далее. И они это делают. Поэтому такой оптовый или общий такой комплекс давления на ситуацию, на правительство, вернее, так или иначе приносит свои, вероятнее всего, результаты. Еще рано суммировать, но, я бы сказал, тенденция, вероятнее всего, идет в сторону компромисса. Я еще осмелюсь добавить от себя, что вот на прошлой неделе высказывание министра финансов и министра в Министерстве обороны господина Смотрища, который заявил, что надо стереть с лица земли вот этот арабский поселок Хавара, ввело заявление, официальное было заявление Министерства иностранных дел Иордании, было заявление Саудовской Аравии и так далее. То есть, вот наше это соглашение Авраама, вот эта коалиция, как бы, восприняло это очень и очень негативно. Это, так сказать, последнее, что нужно сейчас Израилю в свете, так сказать, моего следующего вопроса, в свете грядущих отношений с Ираном. А с Ираном ситуация все более и более обостряется. Ну, если уже уточнить, то тут есть два комплекса. Один, это действительно протест против изменения, скажем, юридического, юридической базы в государстве, и который также являлся основным толчком к этому протесту, но параллельно существует и развивается. Это позиция более, так сказать, правого крыла, которая так или иначе ужесточает политику по отношению к соседям, к арабскому населению, к палестинцам и так далее. Это, естественно, потому что те партии, которые сегодня представлены правительство, именно находятся на том фланге политики, и это, да, развивает достаточно негативную реакцию со стороны и арабских соседей, и государств Европы, и Соединенных Штатов, потому что это уже действительно рассматривается очень негативно, не только внутренние проблемы. Ну да, вы в свое время назвали эти высказывания хулиганскими. Я, в общем-то, полностью с вами согласен. Так вот, вернемся тогда к иранской угрозе. Мы об этом говорим с вами из передачи в передачу, но вопрос-то остается и становится все острее и острее. Как будет действовать Израиль? И раздаются уже голоса, что вот для нашего премьер-министра, для Бениамена Натаньягу, идеальным выходом вот из того внутреннего тупика, который у нас сейчас существует, была бы небольшая победоносная война. Вы согласны с этим? Я согласен, в принципе, что всегда это полезно разным там... Что война всегда полезна. Да, но это на очень высоком историческом уровне. На практике, конечно, было полезно, но это нереально, потому что, в конце концов, не он самостоятельно или самолично принимает такие решения. И даже не только военный кабинет, что называется, правительство. Тут существуют еще и системы, которые этим будут недовольны. Это военно-политические структуры государства. Факт, что они участвуют в протесте. И они, тем более, не будут согласны на такого вида решения протестной ситуации, как, например, боже упаси войну и так далее. Это уже было в прошлом. Я к тому, что были споры между, по-моему, тем же Натаньягу и другими составами военно-политических структур государства. И, по-моему, не было реализовано несколько лет назад именно такой план событий. Поэтому тут вопрос действительно должен быть очень аккуратен. И надо его рассматривать, соответственно, в реальных тонах, а не, соответственно, интересам политического толка. Это с одной стороны. С другой стороны, тут проблема с Ираном, которая, во всяком случае, на международном уровне в последнее время усиливается очень активно и рассматривает Иран как угрозу всех государств региона. Напоминаю, Соединенные Штаты тоже очень пристально следят. Присутствует в регионе министр обороны Соединенных Штатов. Теперь объезжает государство региона и намерен заглянуть в Израиль тоже. И встречается и с Ираком, с иракским правилоруководством, с ираданским и другими. И общий знаменатель там угроза со стороны Ирана. Так что это не только наш узкий вопрос, это вопрос всего региона. Иран угрожает всем. И для этого существует действительно соглашение, типа соглашение Враама, есть другие тоже взаимопонимания по этому вопросу. Соединенные Штаты там присутствуют. Отдельный вопрос, присутствует ли Россия в этом процессе и какова будет ее роль, если этот конфликт разовьется в более активную сторону. И ответ не ясен, он неоднозначный. Да, в последнее время какие-то заявления. Россия действительно является тем или иным видом стратегического партнера Ирана. Россия в последние дни заявляет, что она готова вернуть обогащенный уран, который она взяла в свое время на хранение у себя Ирану. И это рассматривается по-разному, вероятно, если бы негативно. И тут идет очень сложный процесс, который может вылиться и в то, с чего мы начали именно вооруженный конфликт, или так или иначе все это ведет к тому, что Иран учтет все, что происходит, и спустится на тормозах. Вы в одной из наших программ обронили фразу, что Иран не заинтересован в создании бомбы, по крайней мере сейчас. То есть, как бы вот те заявления и МГТ, и заявления американской разведки, они говорят о том, что да, у них есть возможность, тогда они говорили две недели, сейчас уже получается через неделю, уже достигнуть обогащения уровня Ирана, которая достаточна для производства ядерной бомбы. Но вы тогда сказали, что Иран не пойдет. То есть, возможность производства бомбы и производства этой бомбы, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. То есть, вы настаиваете на том, что Ирану это сейчас невыгодно? Я не настаиваю, боже, мне опасен. Но я считаю, что в конце концов, они не дураки, эти иранцы, иранские руководители, хотя слишком умными, слишком добрыми их не назовешь. Но понятно, скажем последнему иранцу, что в тот момент, когда они будут пресекать эту красную, скажем, условно говоря, черту, будет нанесен тот или иной вид агрессии против Ирана. И это им не светит, это им не нравится, и они не будут в состоянии этого существовать после такого развития событий. Поэтому, по-моему, они хотят, да, приблизиться к этому на максимальную, скажем, дистанцию, но не реализовать это, потому что, ввиду того, что я уже сказал, и много, конечно, жестких заявлений, но на самом деле, по-моему... То есть использовать это как козырь определенный, который у них все время будет в рукаве? Да, козырь существует и будет еще более активным в будущем. Всегда можно им размахивать, что вот если так, то мы сейчас будем реализовывать эту программу. И продолжать торговать. В данном этапе, по-моему, они не очень спешат. Раз уж мы коснулись отношений, вот роли в России вот в этом вот противостоянии с Ираном. Несколько слов о израильско-российских отношениях. Мы в прошлой программе говорили о высказывании нашего министра иностранных дел, который заявил, что Израиль однозначно, значит, поддерживает Украину в ее войне и так далее, и так далее. Что сейчас происходит на дипломатическом фронте между Израилем и Россией? Практически ничего нового не происходит. Продолжается сотрудничество, я подчеркиваю, продолжается многолетнее уже сотрудничество в регионе между Россией и Израилем. Прежде всего, в Сирии. Да, по Сирии, конечно. Но это включает много других вопросов тоже. Но в основном, да, потому что там идут конкретные боевые действия с двух сторон. Так что это подключается к этому. К тому же, да, были разные заявления. Россия настороженно относится к этому вопросу. Несколько раз передала разными путями намеки на то, что ей не нравится смена позиций Израиля. И, по-моему, это достигает цели, потому что Израиль практически на данном этапе не меняет свои позиции. По отношению, скажем, по отношению к Украине, позиция Израиля во всем этом конфликте остается нейтральной. И, несмотря на это, да, Израиль поддерживает Украину в ее противостоянии и считает, что, да, нанесен ущерб и российская страна ведет агрессивную, скажем, войну с одной стороны. Но с другой стороны Израиль в этом не вступает и не вмешивается и не будет поставлять на данном этапе разных видов вооружения, которые запрашивает Украина. А все остальное остается на, не хочу сказать, риторическом уровне, на гуманитарном уровне, да. А между Россией и Израилем продолжаются те же отношения. Если они изменятся, то это уже совершенно другой вопрос и совершенно другие реалии, которые будут в регионе и на международном уровне тоже. Раз мы затронули Украину. Итак, что, на ваш взгляд, там происходит? Я имею в виду боевые действия. Вот вчера поляки заявили, что они дополнительно еще 12 танков, то есть 4 танка были поставлены две недели назад. Вот сейчас еще 12 будут поставлены, как они сказали, до конца этой недели. То есть будет уже там 14 танков и продолжается поступление оружия очень медленно, но тем не менее. Что вы думаете о том, как долго все это продлиться и что там происходит? Ну, у России намечается какой-то там оперативно-тактический успех последние пару дней, но из этого вероятнее всего не следует, что у России есть сейчас реальные возможности развивать наступление в полном оперативном его масштабе, поэтому я бы сказал, что это местные так сказать противостояния в разных конкретных точках или регионах, но не более этого. Это оппозиционная война, это война скажем на уничтожение тех или их инфраструктур, но это не война на, скажем, захват территории на данном этапе. И все ведет к тому же мы уже это обсуждали, что в той или иной мере по-моему Россия давно готова на мирный процесс, на переговоры. Украина тоже в какой-то мере встает, но она не заявляет об этом в открытой и говорит, что она продолжит противостояние и не готова для переговоров с Россией пока та находится на территории, но это, по-моему, не обязательно обосновано реалиями. Что же касается Запада, то на данном этапе Соединенные Штаты конкретно, формально не заявили о своей позиции или изменении своей позиции предыдущей, значит, не вступать с Россией пока ни в какие переговоры, но там идут тоже непростые споры между американцами у себя дома и между американцами и европейцами в самой Европе, в самом НАТО. Так что все идет к тому, что в той или иной мере этот процесс развивается в сторону того или иного мирных переговоров какие-то, которые будут вероятнее всего в ближайшие поле месяца. по-моему, даже не осенью, как обещали американцы, а раньше, потому что нет интереса продолжить это противостояние, которое ничего конкретно пока не дает ни одной из сторон, но да, стоит очень дорого, и же очень много жертв, и очень много, конечно, истощения сторон. Насчет того, что стоит очень дорого, а мы с вами говорили в одной из наших программ, что это определенная инвестиция со стороны Соединенных Штатов, со стороны европейцев, то есть это инвестиция в то, чтобы ослабить Россию, как они считают, для того, чтобы не пришлось потом заплатить еще дороже, то есть я прошу прощения за такие вот чисто экономические, бухгалтерские, так сказать, термины, звучит это ужасно и цинично, идет война, гибнут люди, гибнут ежедневно, но по факту получается именно так. Ну да, в какой-то момент это присутствует, но в случае западная, НАТО хотели бы не только решить этот сложный вопрос, а хотели бы вообще вывести Россию из всего этого комплекса, скажем, позиций, касающихся ее внешней политики, ее агрессивного отношения по отношению к своим соседям и ее стремление к смене своего статуса на, скажем, более активную и серьезную державу на мировом уровне, и они предпочли бы Россию более скромного, я не скажу объема, но во всяком случае скромного поведения, и для этого нужно во всяком случае ее истощить, довести до позиций, при которой она будет вынуждена согласиться на эти условия. Пока этого еще не видно, потому что Россия уставник своего руководства заявляет, что она готова продолжить это противостояние, у нее достаточно возможностей и времени и все, что с ней связано, но по-моему где-то там посередине будет какой-то компромисс. Мы говорили с вами в прошлой программе по поводу борьбы между башнями Кремля. Что, на ваш взгляд, продолжается сейчас, то есть высказывание Пригожина о том, что его продолжают, так сказать, точнее не его, а его подразделения, его ЧВК Вагнера продолжают испытывать проблемы с боеприпасами, то есть какая-то возня идет. Почему-то сейчас замолчал, по крайней мере я не вижу в последнее время никаких высказываний Кадырова, то есть то ли ему сказали помолчать, то ли он сам как-то увлечен чем-то другим. Как проходит процесс, медленно текущий процесс преемника, о котором мы уже неоднократно с вами говорили? Ну, однозначно это все, что мы говорим о Пригожине и же с ним относятся к этому процессу, но по-моему сейчас как-то дела находятся под контролем руководства и пытаются все это дело спустить на тормозах и этим пока не заниматься. В всяком случае на уровне как минимум СМИ, средств информации этот вопрос муссируется более аккуратно или вообще не муссируется. Это еще не говорит, что это реалии, но это говорит о том, что кто-то там высказывает свое мнение, пытается всех этих участников этого процесса как-то успокоить, примирить и убедить, что пока еще не время, господа. То есть вмешался кто-то взрослый, который начал разводить вот этих вот взорвавшихся шалунов. Разводить я согласен, да, но это не говорит, что они прекратили быть заинтересованы в процессе, процесс существует, но уровень его идет на спад пока, по-моему. Спасибо, спасибо большое, Цвимоген, политолог, дипломат, экспосов Израиля в России и Украине. Спасибо за этот интересный анализ. Встретимся через неделю, я надеюсь, если, конечно, не произойдет каких-то экстраординарных событиях, которые в нашем регионе происходят, к сожалению, регулярно. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.